Два символа путинской беспричинной войны – «Зетка» и «Вэшка», взятые на вооружение российской пропагандой за более чем два месяца войны появлялись в самых неожиданных местах – от выпечки до гигантской головы Ленина в Улан-Удэ. С этим местом связана персональная война с режимом 46-летнего жителя города. Он намеренно порвал баннер с буквой «Зет». Правда, полотно заменили местные власти, и теперь там буква «Ви». Судьба автора антивоенного протеста неизвестна. В том же Улан-Удэ водитель маршрутки отвез пенсионерку Наталью Филонову сразу в отделение полиции на автобусе, потому что та просила снять «Зетку» в салоне. На женщину составили протокол о мелком хулиганстве. Сейчас она в больнице. Правозащитники заявляют, такую статью бабушки выбрали намеренно. Получается, водитель превратил маршрутку в автозак и доставил Филонову в полицию. Мелкое хулиганство – арестная статья, а публичная дискредитация – только штраф. Скорее всего, Наталья предъявит обвинение из-за дискредитации армии, но позже. Надежда Низовкина – правозащитница из интервью «Настоящему времени». Житель Забайкалья в магазине поспорил с продавщицей, сын которой как раз воюет в Украине, о целесообразности так называемой спецоперации. Результатом спора стали 30 тысяч рублей штрафа покупателю и постановочное видео от МВД РФ. Эту 77-летнюю пенсионерку, которая пережила блокаду, можно увидеть на всех антивоенных митингах Петербурга. Ее называют «Совестью города». Самым первым я в этот раз выходила с этим блокадом «Мания, мумия войны». 4-го числа я вышла. 23-го началось. Я хотела сделать сожжение этой «Маме войны». Стала зажигать зажигалкой, но не получалось. И все ребята кинулись со своими зажигалками, стали помогать. Активно протестуют против войны российские феминистки. Инициатива называется «Феминистское военное сопротивление» – ФАС. В память о погибших мирных жителях в Украине в ряде городов РФ устанавливают деревянные кресты с перечнем сел и городов, где российские солдаты убивали, насиловали и пытали гражданских. С 19 апреля около 1500 девушек-волонтеров запустили проект для тех, кого насильно депортировали из оккупированных городов Украины. В первую очередь, людей важно информировать о том, что они могут выехать за пределы России. Также мы стараемся говорить о проблеме трафинга и торговли людьми. Мы предполагаем, что кто-то сейчас может воспользоваться растерянностью людей, девушек и женщин, которых привозят в Россию. Катрине Нашево в интервью «Настоящему времени». Активистки движения оставляют антивоенные сообщения на рублях, которые будут передаваться из рук в руки. Также меняют ценники в магазинах на антивоенные листовки. Девушки из всех городов России продолжают акцию «Женщины в черном». В трауре и с белыми цветами просто стоят на площадях и улицах. Так делали израильтянки во время оккупации Палестины и россиянки во время войны в Чечне. За якобы распространение фейков о войне в том же Питере задержали журналистку Марию Пономаренко. На два месяца, пока идет расследование, девушку отправили в СИЗО. Она написала пост в телеграм-канале о зверствах Вооруженных сил России в Мариуполе. В качестве свидетеля по делу проходит несовершеннолетняя дочь Марии. Отобрали личные деньги, отобрали личный телефон ребенка, работа годовая, 10 класс. Ну вот в ноутбуке все отобрали. Мало того, следователь заявил, что нужно оградить мать от общения с дочерью. Я там чуть не упал. Адвокат Пономаренко Сергей Подольский. А это история о ценниках и цене протеста. В СИЗО отправили художницу, которая меняла ценники в магазинах на антивоенные листовки о геноциде мариупольцев. Суд Петербурга после пятичасового закрытого заседания на время расследования арестовал до 1 июня Александру Скочиленко. Ей может грозить 10 лет заключения по путинскому закону о фейках об армии. Девушка признала, что меняла ценники, но не признала, что в их содержании ложь. Донесли на нее покупатели сети магазинов. Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал из России в Украину и хочет вступить в терроборону. Об этом он рассказал в интервью писателю Сергея Лойко для издания «За инсайдер». Родом из Ахтырски Сумской области. Говорит, сейчас готов защищать свою родину с оружием в руках. Это мой визит как покаяние. Я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы. Это международное преступление. Со стороны кого? Путина, российской власти и на самом деле российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин. Ворует унитазы не Путин. Насилуют женщин не Путин. Это и есть русский народ. Аппарат Путина продолжает пресекать любые, даже символичные и неочевидные протесты против войны в Украине. В ход идут всевозможные методы. От тюремного заключения до заблокированных неудобных статей в Википедии. Суд Москвы оштрафовал свободную интернет-энциклопедию на 5 миллионов рублей за отказ удалить материал о войне в Украине. Роскомнадзор решил маркировать Гугл как нарушителя законодательства. Фейсбук и Инстаграм признаны экстремистскими организациями. А мировые санкции опустошают кошельки россиян. Те из них, кто понимает причину своих бед, продолжают противостоять.